здравствуйте уважаемые любители рок-музыки вы будете смеяться вы же помните что я морская душа не могу без моря без воды вообще не могу поэтому мы решили для рок-группа волчука sd приобрести яхточку какую-нибудь такую здесь на клязме вот приехали выбирать я думаю что вы не узнали мне в этих очках такая специально отдел помните как сказки в той бабушка зачем тебе такие большие глаза а чтобы лучше тебя видеть а зачем тебе такие большие уши а чтобы лучше слышать музыку рок-группа волчук sd вот поэтому я делал рассматриваю хожу яхты только самые большие мелкие яхта нам не нужно зачем чтобы это могли организовать и репетиционный зал и студию звукозапись вот такая нам нужна я вот смотрим надеюсь что что-нибудь выберем вот эти вот неплохие стоят вот но мне больше все нравится вот а ну пойдемте вот вот это вот видите деревянненько она напоминает не ботик петра первого который строил наш флот поэтому будем брать вот наверно вот эту вот яхту она мне больше нравится красивая эти как вы считаете уважаемый любитель рок-музык красивая яхта летит я считаю что самая крутая мадам мы не могли уйти от вас тут так вкусно пахнет посадить думаю ну куда сейчас все столы позанимает и все что тогда будем делать но мы надеемся что будем вам аплодировать вашему повару не разочарует как думаете клуб галт это мы выбирали яфту наконец-то выбрали в ботик петра первого и решили передохнуть перекусить потому что устали ну столько выбор богатый я но самое лучшее на не успели люди купить вот это не забираем ботик петра первого согласитесь там хорошая площадочка как полдной до 100 барабаны хорошо станут аппаратура все буду так сейчас будем пробовать чем тут они людей кормят галтску уважаемый любитель рок-музыки ну вы знаете что я ем очень мало я только ради вас заказываю много блюд обычно чтоб попробовать и доложить стоит вот сюда вот ехать вот в этот ресторан вот этот хороший повар или балуется судя по ценам повар должен быть очень серьезный поэтому заказу бурата с папайи и томатами раз фуа-гра два новозеландские устрицы пол дюжины я сегодня с этой я много не будешь 6 штук не хватит кара ягненка на гриле это попробовать надо умеет ли баранинку готовить или нет это обязательно на гриле кальмары креветки васаби в соусе васаби вот такие вот блюда ну плюс водички холодненькой газированной я надеюсь что повар умеет хотя бы воду готовили газированная я уже проверим все но потом кофейку вы знаете у меня контрольная закупка это кофе латте умеют или нет делать чтобы не горький был он проверяет а по ходу действия будут докладывать вам как вкусно ли что хочу отметить по поводу этого ресторан и по поводу общего яхтку то есть курс направлять никого но грамотно ресторан сделан все сделано в морском стиле начиная самого главного палубная доска на крейсерах палубная доска была палубу покрывали обязательно это раз второе вдоль я дорожки не асфальтовые не каменные деревянные это тоже грамотно это создает атмосферу морскую дальше гальюм ну в переводе на русский язык туалет тоже сделан грамотно такой подвоенно-морской с цепочкой сливать мне понравилось прикольно сделано но вот так вот вкратце но самое главное в ресторане конечно же не полы не стал и не студия то что сюда приехал очень каждый вашу самое главное будущий эксперт мишлен они еще не догадываются кто сюда зашел но мы специально приходим внезапно чтобы проверить как они для обычных посетителей готовят а то если я заявлю что я будущий эксперт мишлен так они тут начнут готовить все самое лучшее чтобы вы тоже в любое время могли что прийти сесть и поесть но если конечно вам захочется сюда ехать на клязь вверх уважаемый любитель рок-музыки но мне уже начинает нравится меня уже назвали молодым человеком потом поправились козра очень молодой вот я отметил что уже официант этого тот грамотные и оперативно действует мы не успели заказать уже воду наливает конечно лучше было чтобы они водки наливали но я думаю справиться исправитесь вот ловлю на слове спасибо попробую воду умеет повар воду готовить или нет умеет воду готовить умеет сан-бенедетто хорошая водичка реально вкусно очень вот казалось бы вода да одинаково вроде нет вкус очень разный особенно минут из наших московских нравится шишкин для не рекламирую его но это правда много лет не только шишкин для вот такая вода она вкусная и вот эти вот итальянские воды сан-пелегрину сан-бенедекто я сан-бенедетто раньше не пил сан-пелегрина прикольно это очень хорошая вода тоже поэтому для начала говорю о воду готовить умею керамика уже уже не пластмастер знаете кто-то в россии любили есть серебра не золото серебра виды но здесь мерфиор но тоже неплохо кунстварк фирма и ведет грамотно принесли лаймы чтобы водичка больше сбивала жору лучше охлаждай пока все нравится пока не принесли идут на напрашивается тост как кстати говорят что да на просто тост под такую запись напрашивается тост тем более под такую воду что без тост нельзя я всем напоминаю что сегодня все-таки день россии поэтому пить мы будем сегодня только исключительно за нашу великую страну и раз мы уже здесь в яхт-клубе и выбрали себе яхту под названием оля ботик петра первого то я хочу выпить за россию за нашу великую морскую державу в котором выходы на три океана есть на атлантический на северный и на тихоокеанский сожалению пока у нас к индийскому океану выхода нет но владимир сказал что будем там сапоги мыть я ему верю вот почему-то ему делать верю почему-то но мы не завоевать или они к нам сами присоединятся потом давайте за великую морскую державу россии уважаемые любители рок-музыки но нам как жителям великой морской державы принесли устрицы мы сначала заказали новозеландские а потом они говорят нет наши русские лучше и поэтому мы перезаказали принесли русские устрицы поэтому будем пробовать как наши русские устрицы не уступает новозеландским а ну-ка лимончиком сейчас я их сдобрю я люблю еще поперчить вот так и чуть-чуть чтобы за пошел и посолить ну что хочу сказать а наш это устрицы не хуже средиземноморских и новозеландских я пробовал в каннах и в ницах и новозеландские пробовал много раз вот такие устрицы поэтому будете в гауце наши лучше уважаемые любители рок-музыки вот обратите внимание красоту принесли бурата с папайи помидорами креветки в соусе вас сами с морковочкой ритяги красота какая ну если говорить об эстетике то выглядит великолепно а будем пробовать на вкус потому что вы знаете что эстетика не самое главное в ресторане самого на вкус но когда эстетично выглядит то это уже какая-то есть гарантия что будет вкусно буду пробовать ну и члены рок-группы заказали еще себе такие от супчики средиземноморские со всякой всячиной морской там с гребешками с кальмарами с креветками и прочей живностью я сам пробовать не буду потом доложу они мне скажут вкусно ли нет комментируют дальше преимущество ресторана обратите внимание на салфетки что не подают руки ими вытирать невозможно лицо тоже зачем они ну только руки накрыть чтобы не капала на тебя но обычно полотенца подают нормальный салфетка полотенце чтобы руки вытереть лицо вытереть а это шкура кайт минусочек один пошел зачет им было два плюса авианосу уважаемые любители рок-музыки перехожу к первой закуски холодной бурата с папайи и с помидорами на самом деле вы знаете бурата стандартный итальянский сыр он такой пресный не соленый снаружи он твердый внутри такой жидкий мягкий каждый повар пытается сделать различный соус разный будет острый кислый всякие сейчас попробую скажу конечно бывают поярче соусы зато здесь хорошо подчеркивается вкус бураты соус не забивает а это такое не глушит вкус сыра хорошо вкусно нормально мне понравилось хорош ну четыре с половиной точно можно ну и под такое блюдо конечно же грех не выпить за нашу матушку россию из-за наших сыроделов я уверен что это не из италии это делают наши вот за наших русских мастеров которые умеют делать уже хороший итальянский сыр бурату вот давайте за наших русских сыра делал креветки королевские в соусе васаби видите зелененькие симпатичные вот так бы я сказал и напрашивается тост под такую прекрасную закуску хочу выпить за разнообразие нашей русской природы вот сидим вот здесь подмосковье казалось бы в лесах пироговских вокруг подмосковных а тут прекрасные виды чуть ли не морские эти простор клязьминского захранилища поэтому я хочу выпить за нашу прекрасную разнообразную природу русскую вот за нее давай и сразу же буду пробовать а ну чем они нас тут пугает а помните фантомаса была зеленая маска вот этот соус васаби он еще хорошо приправлен перемолотом арахисом такой арахисовый вкус оригинально реально но я бы чуть-чуть подсолил хотя это на любителя так тут соль рассыпать грамотно ну а ну а когда подсолишь чуть-чуть вот очень вкусно реально вкусно 5 баллов пятерочка а еще хочу чуть лимончиком изобрить его свое мнение не меняю 5 баллов блюдо салфетки просто портит все центр ресторану уважаемый любитель рок-музыки за разнообразие нашей русской природы я уже выпил и за то чтобы у нас всякие они были под нами тоже выпил а теперь хочу еще выпить они хотели сделать нам хуже своими санкциями а мы их обманули и импортозамещение нас получилось начали все сами делать все выращивать ведь их о разнообразии еды это все наша русская и вяленые помидорчики и семушка и к это белая рыбка игрушка кукурузка мини все есть все начали сами выращивать более того еще начали до поставлять поэтому хочу выпить за мощь нашего продовольственного комплекса чтобы мы были самыми главными производителями еды и шумалов разнообразной за мощь русского продовольственного комплекса вот так вот давайте из разнообразия еды которая развивает мозги вы же помните что вкусовые рецепторы развивают мозги не только руки но и вкусовый рецепт уважаемые любители рук музыки я знаю что наш русский хлеб самый вкусный в мире но я его есть к сожалению уже не имею права потому что вы ждете меня на сцене наши и в прошлом году и позапрошлом рекордного урожая пшеницы собрали и поэтому я хочу выпить теперь за наших хлеборобов и наш хлебороба не только хлеб выращивать но и хорошие помидоры сейчас скажу она умеют или хорошие маринованные поэтому давайте за наших хлеборобов чтобы пшеницы все больше и больше выращивали я вынужден произносить еще один тост потому что хотя и не пробовал это блюдо его заказали члены рок-группы волчоксд средиземноморский супец насыщенный морепродуктами и кальмарами и креветками и мидиями и всякими ракушечками что там только нет прямо такой густой такой они говорят что очень на томатной основе я им задал вопрос сколько баллов бы поставили на 5 баллов безоговорочно я конечно как будущий эксперт мишлен не имею права не выдавать оценки на основании чужих мнений только на основании своих я конечно же доверяю доверяю вкусу членов рок-группы волчоксд они же делают прекрасную музыку не прекрасный вкус вы знаете аранжировки вы слышали но скидку делаю на то что сам не проверял поэтому 4 75 на чуть-чуть небольшую скидку дам но выпить хочу за доверие за доверие волчоксд вот мне можно доверять сто процентов давайте за доверие чтобы у нас было хоть кому доверять нашей жизни это обычно люди живут это верится некому никому нельзя верить получиву можно за доверие уважаемые любители рок-музыки но морскую душу опять будут радовать людей кальмарами жаренными а попробовать и произносить толсты всякие я же не могу без толст уже два с половиной года я не пью потому что нельзя творчество оно несовместимо с этим многие думают вот под наркозом там такие фантасмагорические вещи оригинальные сюда нихрена подобного бред сумасшедшего только на трезвую голову нужно создавать приличные вещи в любом деле в технике в строительстве но тем более в музыке литература где угодно поэтому тос напрашивается какой за здоровый образ жизни отзыв и заодно скажу как кальмарчик давайте чтобы мы русские люди вели здоровый образ жизни полноценный вот так ну что должен сказать разбирается товарищ что кальмары надо готовить быстренько если вы передержите на огне или в воде они становятся резиновыми невозможно жива а тут грамотно жуются и вкусные маслички сливочные клубка галс и ресторан галс морской поэтому соль крупная морская верю им что морская хорошая кальмарчик ну хочется поставить 5 баллов на не знаю 475 потому что пока тут многие вот поэтому обычно то есть вкусно но оригинальности такой нет особой хотя я не знаю можно ли кальмары более оригинально приготовить наверно можно поэтому 475 потому что как говорят французы что в блюде главное не само блюдо главнее соус и поэтому вот не хватает оригинального соуса авторского поварского вот почему 475 так все вкусно все хорошо все лекаре то но вот нету оригинальности уважаемые любители рок-музыки я просто волосился слабость проявил слабость отказался хлеб есть сказал про выпил за рух за русский хлеба по благо это было здесь а члены группа . да попробовали говорят обалденный хрустит поэтому мне приходится идти на подвиг гастрономический есть хлеб несмотря на то что это сразу же появится вот здесь но ради вас не обязательно хрустит он или нет хрустит вкусный хороший поэтому хочу выпить не только за наших хлеборобов но из-за местных хлебопеков потому что это хлеб явно испечен здесь он свежий хрустит давайте за наших русских хлебопеков уважаемые любители рок-музыки мне принесли горячую закуску фуа-гра то есть утиная печень жирная или гусиная это 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 фуа-гра выглядит конечно как-то непривычно поэтому хочу попробовать прежде чем произносить тост зависимости от того как вкусно или нет у меня будет тост либо такой трагичный пик либо веселая радость еще попробую потом любить двойной тот и за наших птицеводов которые научились выращивать хороших уток и гусей с жирной печенью на западе знаете ли нам летали когда мы делали них подвешивали гусей чтобы не шевелить и кормили поэтому печень становилась большая жирная и вот это вот так издевались над животными но это печень вкусная поэтому наши птицеводы научились почему двойной тут а потому что еще и за повара хочу выбить великолепно приготовлено сочетание вот этого вот соуса сладкого из каких-то ягод но из клубники еще каких-то и с голубичкой и печень она не только мягко на еще сверху подхрустывает вот так вот вкусно сразу говорю 5 баллов давайте за повара и за птицеводов за русских лебед для повара наступает часть из потому что это мясное блюдо хотя рыбу на готовить конечно может быть даже посложнее не знаю но баранина за уметь готовить выглядит очень прилично буду пробовать сейчас он получит у меня оценку а ну молодец хорошо сделал а хорошо как делается будем чопы из баранья корейка так зажарите надо чтобы она сверху подхрустала внутри была мягенькая и есть конечно же на только горячий вот он сделал правильно очень грамотно поэтому двойной тост опять за наших овцеводов за русский и опять-таки за повара ставлю ему 475 заборами нет уважаемый любитель рок музыки я меняю свое мнение 5 баллов баранина 5 баллов однозначно повару привет от будущего эксперта мишлен заработал заработал мужик заработали даже мужик скорее всего вкусно реально но и великие ошибаются иногда 475 к поэтому пятерочка я созрел для кофе и проверять буду это контролируемая закупка потому что кофе это как раз самая маленькая тонкая вещь которая говорит о умеет товар кофе или там бариста у вас проверим час нашел он способен все узнаем ну чё пенка ничего сейчас доберемся до кофе чуть пятерка не сорвалась хороших 5 баллов ставлю за кофе подведу итог ресторан ресторан хороший местоположение потрясающие виды великолепно просто тут тебе и вода и леса и поляны и красивые люди вокруг ходят красивые женщины в первую очередь у меня конечно интересуют как рокера это я говорю пока режиссер не слышит она снимает там что-то мебель прекрасно все хорошо удобно школ настоящая палубная доска морская это так и надо это морской ресторанга перехожу к еде к самому креветки васаби 5 баллов где горят на фуа-гра 5 баллов великолепно 2 огненка хотел поставить 475 пятерка четверку я ставлю в русске там они обычные хлеб был хрустящий кулас не устрицы готовый продукт мастерства поварского кинги надо поэтому четыре с половиной суп по рассказам по были нам участников группа вот чпсд говорят 5 баллов но я не могу я сам не пробовал 5 поставить не могу поэтому 475 скидку сделал и кофе 5 баллов поэтому общая оценка ресторана можно было поставить бы близко к пятерке но это конечно не повару оценка это оценка тому кто занимается сервировкой но это не салфетка для вытирания губ который можно положить вот сюда уже лежит вытирать губы невозможно поэтому этот минус сразу же общая ресторанного оценка четыре с половиной вы скажете а почему не 5 на пятерка все вроде хорошо а я вам расскажу одну историю у нас в институте был хороший профессор и он всегда ставил 3 у него 4 даже никто не получал ему как-то спросили а чего хоть четверку поставить он говорит нет на 5 знает господь бог на 4 я а вы больше чем на трех никто не знаете поэтому я как будущий эксперт мышлен но не имею права поставить пидбалов четыре с половиной повару 475 а общая оценка кристаллы четыре спорта вот так но так как это оценка волосы ксд то это очень высокая оценка чтобы вы понимались поэтому рекомендую отсюда галс на пирогольке глядь минскому охраняющий такой ресторан и завершение всего этого хочу выпить за россию матушку и сегодня же день россии и вы не забыли пока мы тут обедали вы не забыли чего уважаем любили русские что сегодня не россии поэтому за россию матушку за нашу великую нашу страну за нашу любимую и ненаглядную которую мы будем защищать беречь развивать и укреплять вот за нее давайте вашему баристе 5 баллов пахучий вкусный и не горький я понимаю что кофе должно быть чуть горьковато но не переборщить то есть значит зерна подобрали прожарили правильно поэтому кофе отлично еще пять баллов знаете кому хочу поставить это вам потому что обслуживание уважаемые любители рок-музыки вот такое правильное а что значит правильное обслуживание поясню это когда официант не ходит где попало а стоит и смотрит со своими столами если клиент только посмотрел на подходит сразу поэтому пять баллов вам я отмечу то в чаевую спасибо это очень повышает качество ресторана а вот вот это это понижает качество это эти еще кожаные положили это невозможно вытираться глупость какая-то так как уже мы любили музыку знаете вот чтобы за что правду говорит правду матку я люблю резать за что мне любят так хейтеры за то что я правду матку говорю своих стихах своих и в музыке и в блогах и рок-путешествия это первое а второе ребята я это делаю абсолютно бесплатно чтобы понимали никто за это не платит и не рекламирую никакие рестораны поэтому мое мнение представляет собой ценность чтобы это понимали это я так себя похвалил чуть-чуть на крайний случай если я сказал что здесь четыре с половиной значит здесь четыре с половиной если 5 на 5 но 5 это надо заслужить это нужно так чтобы я сказал язык проглотить бывают такие рестораны но это редко ну и хотелось бы порассуждать знаете о чем в день россии а кто такой русский человек вообще что такое русский человек вот многие говорят а вот русский тот кто родился в россии это такой вариант дор backstage 2 второй вариант более глубокий который разговаривать на русском языке да это тоже какой вариант из третьего basket что углы зря который думает на русском языке но хорошо думает на русском языке и говорит на русском языка из это предатель родины он на русском говорит родился здесь прожил а потом начало продавать в нато наши вот недавно там кто-то продавал Наши секреты. И все время ловят их. Это русский человек. Как вы думаете? Я вот скажу свое мнение. В моем понимании русский человек – это человек, который и думает, и разговаривает на русском. И родился, а может быть он даже не родился здесь, и живет в другой стране. Его мышление, его мировоззрение соответствует нашему русскому мировоззрению, нашим ценностям, нашей культуре, которая этим живет. И это для него главное. Вот это русский человек. Менталитет наш культурный полностью одобряет, и им руководствуется в жизни. Вот этой нашей широтой души, нашей образованности, нашей культурой великой, нашим благородством русским. Мы не завоеватели, мы победители. В отличие от многих, которые захватывали, грабили, рабов вывозили с Африки, да, из Азии. Русские не такие. В моем понимании русский человек – это именно такой человек, который нашим менталитетом руководствуется в жизни и обладает им. Вне зависимости от того, где он родился, какой национальности. Потому что в нашей стране, я напомню, около 200 национальностей. И те, кто любит свою страну, любит нашу культуру, любит русский язык. Да, он может критиковать там правительство, что угодно. Это честно, это правильно. Но это не предатели. Вот это еще одна характерная черта русского народа, настоящего русского человека. Русские настоящие – это не предатели. Это смелые, отважные люди, исследователи, ученые, музыканты, поэты. Поэтому хочу выпить за русских людей, где бы они ни жили, какую бы национальность ни ни были. Кто одобряет и придерживается нашей культуры, нашего мировоззрения русского, кто-то и есть русский человек. Вот за русских людей, за великую нацию. Как еще Сталин говорил, хочу выпить за русский народ. Понимал это. Давайте за нас, за русских. Уважаемый любитель рок-музыки, нам понравилась редкость, чтобы я сказал, что мне понравился ресторан. Хотя в Москве много хороших ресторанов. Поэтому беру визитку с собой. Буду заказывать пустолики периодически. Передаю своему продюсеру. Он распоряжается у нас деньгами, поэтому ему все. Держите, льва-доровано. Ну, что вам вам сказать? Ну, порадовало все меня. Особенно демократичный сцен. Уважаемые любители рок-музыки, очень демократично. Для такого уровня ресторан. Спасибо вам огромное. Дайте я руку вашу пожму. Повару мое уважение, привет. Скажите, чтобы будущий эксперт Мишлен побывал, одобрил. Пятерку поставить не смог, потому что на пять умеет только Бог, на четыре я, а на три все остальные. Ему четыре с половиной ставлю. От души отрываю оценку. Они знают, что у меня строгий товарищ. Просто так не ставлю. Четыре с половиной. Это высокое. Ну, что, уважаемые любители рок-музыки, яхту выбрали, а-ля Ботик Петра Великого. Перекусили в ресторане Галс. Бейте о таком морском. Поздравляем еще раз всех с Днем России. И поехали домой праздновать уже там. Погнали. Слушайте, уважаемый любитель рок-музыки. Ну, водитель попался у меня какой-то. Я ему говорю, там встань, он туда машину поставил. Ну, пойдем, разберемся. Что за народ пошел? Говорю, сам поставил. Проходится ходить вот это. Пойду садиться. Уважаемые любители рок-музыки. Я, как диоген, хочу залезть в бочку. Хочу философом стать. О, о, как вы думаете, я дорос уже до звания философа или нет? Как думаете? Пора уже, уже бочечку мне подготовили. Говорят, будет, что джейте рассказывать нам мудрые мысли. Ну, буду стараться, что делать. Машину продадут, водитель там поставил где надо. Ну, сейчас я его подучу. Помните, да, как Фрэнсис Бекон? Когда дядя у него умер, оставил ему в наследство свое поместье, а там был в подвале очень много вина в погребе. Коллекционного. И где-то через год к нему приезжают друзья к Бекону. И говорят, слушай, мы знаем, что тебе дядя оставил много вина в наследство. Давай, не злобись, давай попробуем. А он им говорит, я был бы не достоин памяти своего дядюшки, если бы там осталась хотя бы бутылка. Ну, Фрэнсис Бекон известный был любитель выпить. Но мне тут приготовили, когда говорят, будешь сидеть в бочке, чтобы тебе было чем подкрепляться. Все хорошо у этого яхт-клуба и у этого ресторана, кроме одного. Помните, что плохо в России? Дураки и дороги. Ну, люди вроде не глупые, а дороги. Ну, это еще прилично. А там дальше грунтовочка. Поэтому я 20 лет ездил мимо и думал, что тут за сарай. Что тут, может быть, за яхт-клуб и вся дорога такая. А яхт-клуб оказался приличным. А на дорогу у них денег нет. Вот так. Как обычно. Они думают, что это шутки. Не, это не шутки, ребята. Мысли вслух точны и честны. Мысли вслух о том, о сём. Интересны мысли, если сказаны Малащуком. Малащуком.